Конечно, говорить о развитии Одинцовского охотобщества сегодня не приходится. Близость Москвы, массовое жилищное и дорожное строительство приводит к постоянному уменьшению охотничьих угодий и снижению численности общественной организации. Главная задача – постараться как можно дольше сохранить само общество. Уникально, что район, в котором есть даже и город Москва, и он вплотную подходит к МКАДу, и что у нас до сих пор есть несколько глухарей, что у нас проходят коллективные охоты на лосей, на кабанов, на косулю, что у нас все-таки 8 неделей, а не один и не два, что у нас есть какие-то базы, хотя они малопосещаемые, но они все-таки сохранились. Люди могут отработать, поехать, отдохнуть по мере возможностей, но, к сожалению, наши возможности ограничиваются, скажем, годом все больше и больше. За последние 4 года с момента введения единого федерального охотничьего билета численность общества уменьшилась на 40%, но все равно осталась внушительной – почти 2000 членов. И это можно считать успехом, потому что по области некоторые организации съежились в шестеро или вовсе исчезли. И по всем регионам России идет уменьшение численности членов общества, увеличение коммерческой охоты, которую мы, в общем-то, никогда не проводили, не проводим. Мы – организация для средних людей со средним достатком, для пенсионеров, для учителей, для врачей. Они у нас ходят на охоту, они платят небольшой совсем членский унос и очень дешевые путевки они приобретают на охоту. Структура организации оптимизируется под новые условия. Мелкие охотколлективы сливаются в средние и крупные. Сегодня их 34. Взносы участников общества позволяют содержать егерей. Известно, что там, где нет егеря, нет ни дичи, ни нормального леса. На самом деле удивительно, но в Одинцовском районе дичь пока еще есть. И охота на нее для членов РАИР обходится намного дешевле. А пенсионерам – вообще практически даром. Вот наши преимущества. Небольшая цена массовая за счет того, что обеспечивает ведение нашего охотничьего хозяйства именно членов общества. Чем их больше, тем больше егерей, тем больше мы можем вкладывать денег. Тем дешевле для них будет охота, которая никогда у нас не окупалась. Работа руководства общества была на собрании единогласно одобрена. В заключение – приятный момент. Награждение председателей охотколлективов, ставших по итогам года лучшими. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.